В начале основателя, но при этом не изучая и не исследуя его наставления, то это другая крайность — сентиментализм. Поэтому прежде чем мы начнем глубже развивать нашу любовь со Шилл в Роупады, давайте прежде всего найдем и рассеем какие-то соскорузлые, имперсональные и сентиментальные, ложные представления о Шилл в Роупаде, которые мы могли уже накопить или развить о нем. И этот слайд первый, который начинает наш урок сегодняшний, называется «Лже Прабхупада» или «Ложный Прабхупад». Здесь есть несколько фотографий Шилл в Роупаде. Эти картины написал мой духовный брат Харипат Прабхупад. Очень хорошие картины, нарисованные карандашом. Он нарисовал очень много таких портретов. Скетчи, небольшие картины, которые изображают портретно, изображают лицо Шилл в Роупаде очень красиво. Некоторые из этих картин отражают что-то, что ее называют тенью Прабхупада. Я думаю, это действительно Прабхупад или это что-то другое? Итак, здесь у нас есть два Прабхупады, которые смотрят друг на друга. Вот они. Эти два Прабхупады стоят, как на ринге, и смотрят друг на друга напряженным взглядом. И каждый из них, как бы, говорит, ты что, настоящий, что ли? А второй говорит, а я вот про тебя тоже тут думаю. А настоящий ли ты? Настоящий ли ты, Шилл Прабхупад? Мы с вами должны будем разобраться и найти, кто он настоящий, кто здесь ложный Прабхупада, кто здесь надуманный Прабхупада, и изгнать его. Когда я говорю ложный, что я имею в виду? И имею в виду иллюзорный, ложный, неполный, несбалансированный или разбалансированный. И вот здесь уже появится интересный момент, непростой. Поскольку некоторые выдуманные Прабхупады очевидно ложные, неправильные. Но некоторые выдуманные Прабхупады кажутся очень даже настоящими. И только если мы будем пристально их изучать, тогда мы сможем увидеть, что в этом Прабхупаде есть какой-то недостаток, серьезный недостаток. В том точнее, как люди представляют Прабхупаду. Давайте начнем с каких-то имперсональных выдумок. Прабхупады – это Бог. Это первое из утверждений. Вообще, конечно, очень странное утверждение. Но на самом деле, в тот момент, когда люди это проповедовали, я сам это видел собственными глазами. Майя может заставить вас поверить во что угодно. Не сомневайтесь в ее силах. Она может убедить вас в том, что вверх, внизу, вниз, сверху, что настоящее, ложное. Не забывайте, она чистая предная Кришны. И ее обязанность заключается в том, чтобы... Прабхупада даже сказал это. Он сказал это моему духовному брату, Вишнаджане Махараджи. Майя's job is to make sure that no riffraff get back to Godhead. Шабрубада сказал в Вишнаджане, что задача Майя заключается в том, чтобы не пропустить никакого странного, ни одного странного человека, безумца домой к Богу. Итак, первое заблуждение Прабхупада – Бог. Сейчас мы перечислим здесь какие-то выдумки относительно Прабхупады, имени персонального толка. Второе заблуждение. Прабхупада – это и есть Искон. Или Искон – это и есть Прабхупада. Звучит неплохо, но в реальности это ужасная вещь. Мы посмотрим, как это работает. Следующее заблуждение. Что GBC – вот, кто такой Прабхупада. Звучит так же неплохо, но на самом деле ужасно. Следующее заблуждение Прабхупада является Гуру только для своих инициированных учеников. Ну, это уж совсем какое-то обрывочное представление о Шеверопаде. Давайте же более подробно рассмотрим эти неперсональные заблуждения. Наверняка еще из первого языка, вы помните, о том, как Шеверопад говорил о единстве и различии. Бога и Бога. Это было во время первого празднования Джаммашки. Он сказал, что ученик должен относиться к своему Гуру как к Богу. Помните эту историю? И Прабхупада ждал, как же они отреагируют, захотят ли они прояснить этот момент. Он прояснил, он сказал, что нужно относиться к Нему как к Богу, поскольку Он представитель Бога. Это было в 1966 году, через четыре Джанмаштами, то есть в 1970 году, в августе 1970 года, в то время, я, может быть, три недели как приходил в храм, был начинающим бактами. Был совсем начинающим, был таким начинающим, что меня даже бактами еще не называли. Это слово бактами, бактин, оно появилось потом, оно было новомодным через какое-то время. Ну вот я пробыл три недели в движении, и президент храм, в котором лежал Сетсруф, да, Сетсруф, да, Сетсруф, сказал, так у нас сейчас, ребята, будет фестиваль, и мы будем праздновать его в новом Вриндаване. А в то время это была единственная ферма, принадлежавшая Искору. Это был первый фестиваль, который собрал много-много брендов, не только с Америки, но также из Канады, из Мексики, даже из Европы. Этот фестиваль был приурочен к Джан Маштами и празднованию Беса Пуджиши в Брухладе. Так у нас десяти часов мы ехали на машине из Бостона в Новом Вриндаване. А, это мы ехали в микроавтобусе Форд. После того, как мы проделали этот десятичасовой путь, мы приехали после, уже вечером поздно, приехали в Новом Вриндаване. И когда я открыл боковую дверь этого микроавтобуса, что я увидел перед своими глазами? Я увидел там Саньяси. И он схватил моего президента храма за воротник и стал драться. Он дрался с этим президентом храма, ударяя его об забор. И говорил ему, что Прабхупада – это сам Бог! Прабхупада – это Кришна! И поскольку мы не признали в нем Кришну, теперь Шрабхупада ушел от нас. Он уехал назад в Индию. Мы бестолковые. Неужели ты этого не понимаешь? Прабхупада – Бог! Там была целая история, конечно, за тем, почему он такие вещи говорил. Но этому можно посвятить отдельный семинар. Но по сути, там было четверо новых Саньяси, которым Шрабхупада только дал Саньясу. И они стали проповедовать вот такую ересь. Это было в самом Новом Риндавне. Во время собрания предных, в большом собрании, у нас собрались все лидеры, все секретарины GBC. Шрабхупад только за три недели до этого организовал GBC. Итак, я приехал на этот фестиваль, и что я вижу перед своими глазами? Я вижу, что половина предных верят в то, что Прабхупада – это Кришна, а половина предных говорят – нет, ну это же безумие какое-то. Прабхупада сказал, что если кто-то называет Его Богом, то этот человек сам не… сам Дог. Собака. Это нам обязательно надо включать. Вентилятор-то он нужен? Я не фанат фанов вентиляторов. Ну, в общем, так или иначе, они вот это уже проповедовали. Таким образом, все движение разделилось на два лагеря. Наше замечательное движение сознания Кришны, которое я присоединился три недели назад. Казалось, что все разбаливается прямо у меня на земле. Прямо с под ног уходит земля, как будто во время землетрясения. Казалось, что земля разверзлась на две части. Итак, это было прямо накануне Джанмаштра, и Прабхупада совсем недавно организовал GBC. Итак, первая резолюция, или первое, что официально сделали GBC, первое, что они вообще, в принципе, сделали, они послали Швейбарупаде телеграмму. В это время Швейбарупада летел в Индию, и остановился по дороге в Японию. И его настигло там это телеграмму, которая говорила, что Ваши полные саньясы утверждают, что Вы Бог, что Вы Кришна. Что же нам делать? В то время Сана Прабхупада сразу же телеграфировала в ответ Крам Кхилла Прабхупада. И Пабхупада писала, Исключите их немедленно. Тогда президент храма, который также был одним из членов GBC, пришел к этому. И тогда президент храма, который также был в GBC, взял этих четверых саньясин, засунул их в грузовичок, вывез из Нового Гриндавра. Это непросто сделать, потому что ферма находится в лесу. Отвез их далеко-далеко в Детройт, а это еще где-то 10 часов по дороге от Нового Гриндавра. Затем он привез их в храм в Детройте и посадил их на чердак. Закрыл их на чердаке и оставил их там на карантине. Да, вот такие вот суровые деньки были в первые времена москов. На следующий день он их выпустил из храма. Ну, к счастью, дело было летом, поэтому все-таки тепло, но он не стал их кормить. Он им сказал просто идите, ребята, на все четыре стороны, поскольку Шаупрубада сказал их изгнать. И они пошли себе. И они шли, шли и вышли из города. Но кушать им, конечно же, хотелось. Они совсем не понимали, что происходит. И не знали, чем им теперь заниматься. Все, что у них было, это только одежда. И вот, когда солнце уже садилось, день пошел к концу, они нашли какое-то большое дерево в парке. Это была сосна. И из сосновых иголок они сделали себе такие теплые кровати, постели такие, и вот там переночевали спокойно. Утром, когда они проснулись на этих игольных божах, они увидели, что они находятся прямо рядом с большими воротами, которые ведут в штаб-квартиру компании Форд. Это интересная игра такая судьбы, потому что через несколько лет буквально присоединился в Бориш Попо, потом в Форд. Вот эти сани, если не знали, чем им заниматься, Попо просто изгнал их из движения. Но они были уверены полностью, что Он и есть Бог, а Попо изгнал их. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется мальчик. И у мальчика в одной руке был батон хлеба и ковшин с молоком в другой руке. И мальчик это сказал. Мама сказала, дать Вам. Очень похоже на какую-то историю про Кришну, правда? И затем эти саньяси, конечно же, предложили молоко, хлеб, съели и пошли дальше. И они пошли в соседний город в штате Мичиган. Нашли до туда, там был небольшой проповеднический центр. И вот там они уже получили очередную телеграмму. Который Шабрапада говорил, Вы можете вернуться в движение, но при том условии, если Вы будете проповедовать правильные вещи. Если Вы будете воспитывать переданных, но если Вы будете проповедовать свое, то в конце концов Вам придется открыть свой проповеднический центр. Они последовали наставления Шабрапада. Суббал Махараж поехал в Санта-Фе. Мишнаджан Махараж поехал в Остин, штаб Тахас. Мишнаджан Махараж поехал в Гейнзу, это во Флорди. И Равананда Свами поехал в Майами, тоже в Флорди. Они были искренними, поэтому они исправились. Когда Шабрапада услышал о том, что проповедуют эти саньяси, Шабрапада находился только в Японии. Он стал говорить об опасности того, что проповедуют эти саньяси. Вот, вот что Прабапада сказал. Слева у нас заблуждение, справа факты. Только одно может быть хуже, чем недооценивать Гуру, переоценивать его. Они говорят, что я Бог. А раз я Бог, то они тоже могут стать Богом. И это и есть имперсонализм. И эти саньяси, что они делали, они взяли одну цитату, вырули из контакта, из 59-й страницы, где Приджан говорит к Удаве, Удаве, знай же, что Ачария это Я Сам. То есть, вкратце, что произошло до этого, был факт принижения значимости Шабрапада. Некоторые завистливые люди говорили какие-то неправильные вещи про Шабрападу. И теперь они услышали. И когда они поняли, что действительно они совершили оскорбление, слушая эти оскорбления, то они сделали как бы психологически, они решили психологически компенсировать это. И они из одной крайности ударились в другую. И сказали, а, так значит Шабрапада Кришна. Видите, какая психология из этих оскорблений? Сначала мы недооцениваем кого-то, а затем переоцениваем. Это как майя, Раджагуна. Хотя, сейчас нам кажется это полным безумием, но никогда не недооценивайте майя. Она может заставить вас победить во всё, что угодно, если вы хотите в это верить. Итак, это первое заблуждение. Прабхупада не Бог, но представитель Бога. Давайте посмотрим на следующее заблуждение. Искон это и есть Прабхупада. Конечно же, в каком-то смысле так и есть. Ведь Искон является энергией излишней Шабраппады. Это тот инструмент или машина, который он создал для того, чтобы распространять сознание пришло по всему миру. Но в то же время Шабраппады делали очень чёткое разделение между собой и Искон. Он определил свои отношения с Исконом. Эти отношения сводятся к очень простой формуле. Давайте посмотрим на факты. Все вы части моего тела. Моя жизнь бесполезна, если вы не сотрудничаете. Чувства и жизнь зависят друг от друга. Чувства не могут действовать, когда нет жизни. И наоборот, без деятельности чувств нет жизни. Прабхупада часто использовал это выражение, он говорит, что Искон – это моё тело. Но поскольку ни разу никто не записал это высказывание Шабраппада на плёнку, я не стал его использовать. Я использовал то выражение, и высказывает Искон, которое было записано. Также иногда он говорил, что BBT – это моё сердце, Искон – это моё тело. Здесь Шабраппада описывает своё отношение к Искон в Лондоне в 1973 году. Это даже не ученики его, это гости, студенты, которые пришли к нему на встречу. Читаем цитату. Предположим, я скажу вам, что я всё, я есть всё в этой организации, которую я создал. Означает ли это, что я утратил индивидуальность? Нет. Если кто-то говорит вам, что Бхакти Витанты Свами повсюду, и точнее, всё в этой организации, значит ли это, что я утратил свою личность? Нет. Это материальный подход. Теперь у меня к вам вопрос. Если Искон – это тело Прабхупада, когда тело Искон, Шилы Прабхупада, заболевает, какая-то маленькая болячка или болезнь, захватившая всё общество, порой такое тоже бывает, либо частично, либо целостно заболевает. Как мы можем восстановить здоровье Искон? И это не какой-то хитрый вопрос, очень простой вопрос. Подумайте, если тело Прабхупада и Искон, то кто он? То он в этом теле – это душа. Он – душа Искон. Итак, если тело заболевает, либо какая-то часть тела, либо всё тело заболевает, как можно восстановить здоровье всего тела Искон? Пожалуйста, поднимите руку, скажите. Это же простой вопрос. Восстановить отношения с душой? Вы еще реструете отношения с душой? Да, нужно вернуться к душе, к прабхупаде, к жизни Прабхупада, к его учениям, к его настроению и к миссии. Да, нам необходимо, чтобы тело вновь стало существовать в гармонии с духом. И на следующем слайде мы смотрим на похожую выдумку. Здесь мы говорим, Пускай – это Прабхупада. Во всех отношениях это эквивалентно. Есть разная часть, есть схожесть. Но вот следующая выдумка. GBC – это Прабхупада. GBC – это и есть Прабхупада. Очень опасно. Это опасно, очень опасно. Давайте посмотрим на факты. Это цитата из Завещания Шива Прабхупада. GBC является высшим управляющим органом для всего международного общества сознания Кришны. И так GBC является, отныне будет высшим управляющим органом для всего международного общества сознания Кришны. Для всего международного общества сознания Кришны. Для всего международного общества сознания Кришны. Вот, собственно, и все. Это где-то как сопровождение. Итак, означает ли это, что GBC – это и есть Прабхупада? Нет. А вот теперь давайте прочитаем, как сам GBC, сам комитет GBC определяет свои полномочия. Я цитирую из Законов Искон. Здесь, то есть, иными словами, сами GBC это утверждают. Цитата. Когда мы используем слово «власть» в плане организационного, то мы не имеем в виду авторитет, который является непогрешимым, такой, как то авторитет Писания, например, или власть Писания. Но мы имеем в виду полномочия на то, чтобы организовывать проповедь, проповедь, которая будет идти в соответствии с наставлениями Шивы Пауканы. Я надеюсь, я смог вывести это. Иными словами, GBC не делает вид, что они являются непогрешимым, абсолютным и не имеющим каких-то недостатков орган управления. Такие вещи можно сказать только о Священных Писаниях и о нашем Ачаре, потому что они лишены четырех недостатков, присущих обусловленному живому существу. Но GBC не наделены таким полномочиям. Тем не менее, Шила Пропада просил нас выполнять важное служение, следить за миссией проповеди в этом мире. Есть другая цитата, которую Шила Пропада и его слова о том, как он выразил эту мысль в конце своей жизни. Хотя Шила Пропада никогда не возлагал полную веру на одного отдельного члена GBC. Тем не менее, следуя видению Шилы Бхакти Винода Такура и Бхакти Сидданта Сарасвати, Шила Пропада верил в орган GBC, в орган коллективного управления, в том случае, если они будут сотрудничать, это ключевое слово, если они будут сотрудничать, для того, чтобы выполнять его наставления. Вот формулировка, которую Шила Пропада произнес, обращаясь к Тамалу Кришне Махарашу. Это записано в дневнике Тамалу Кришне Госпами. 27 июня 1977 года мы читаем из дневника Тамалу Кришне Госпами. «Посреди ночи Шилы Пропада позвал меня. Он не мог уснуть. Мысли о завещании, которые он только что пописал, не давали ему заснуть. В этом завещании он описал то, каким он видит дальнейшее развитие и скорое. Мысли о завещании давали ему уснуть», продолжает Тамал Кришне Махараш. И затем Пропад сказал Тамалу, «Среди GBC, и смотрите, сейчас Пропада будет испытывать Тамалу Кришне Махарашу. Он говорит, «Среди членов GBC, вы избрали какого-то преемника, который будет после меня?» Потому что это то, что пытались сделать GBC. Трое преемных соревновались за то, кто будет наследником Бахтисиданта. Из-за этого все и развалилось. Но Бахтисиданта не говорил им такого делать. И Тамал пишет, «Я ответил Пропаде, мы подумали, что нам нужно как-то справляться вместе, сохраняя команду, поскольку никто из нас ничем не превосходит остальных». «Да!» – сказал Шабабабхад. «Каждый из вас может стать ачарей своей зоны». На самом деле Шабабхад заложил эту систему зональных ачариев, но он не предполагал, что это станет тем, чем он стал потом. Многие из вас, может, не понимают, о чем я сейчас говорю, но я просто упомяну, упомяну несколько слов, скажу, чтобы мы могли извлечь из истории нужные уроки, поскольку если мы не изучаем уроки истории, то мы обречены на совершение тех же самых ошибок. Историки говорят, что история показывает, что хотя люди даже изучают историю, тем не менее все равно повторяют одни и те же ошибки. Но мы постараемся все-таки извлечь с вами какие-то уроки. Итак, смотря с высоты, с перспективы истории, исторического развития, мы видим, что, хотя Шабабхад сам подтвердил и начал эту систему зональных ачариев, по сути, именно сами члены GBC привели нас к этому кошмару зональных ачариев. Это была темная ночь для искон. Когда соревнующиеся ачарии наводили ужас и фактически стали опасностью, они чуть не разрушили все движение сознания Кришны. Только тогда, когда GBC все вместе вновь покорились последователи желанию ачариев основателя, который хотел, чтобы мы сотрудничали, а не соперничали. Только в тот момент искон начал свой длительный болезненный процесс восстановления, который продолжается до сих пор. Какой уже урок? Итак, GBC это высший управляющий орган, но с другой стороны, он не заменяющий орган, не равен ему во всех отношениях. Они сами приведут это в той цитате, которую мы прочитали. И вот каков урок. Это очень важный урок. Итак, урок. Хотя GBC, как и Искон, является проявлением духовной энергии Шива Прабхупана, тем не менее, чем больше мы, каждый из нас, погружаемся в вани и превосходящее все наставление Шива Прабхупана, тем более мы увидим, что это высшее руководство для нас. Его жизнь, его учение, его настроение и его миссия. Это руководство для нас. И чем больше мы погружаемся в это, тем более прозрачными и тем более способными подчиняться его власти мы будем. И тем больше мы будем способны сотрудничать друг с другом. Или как в Америке говорят полицейские. Каждый обязан внести свой вклад в то, чтобы преступности не было. Говорят ли так как-то по-русски? Мными словами, это, конечно же, обязанность полицейских делать все возможное, чтобы не было преступности. Но они говорят, но нам нужна ваша помощь. Вы всегда должны быть на страже. На страже. Если что-то произошло, то вы можете стать нашими ушами, вы можете стать нашими глазами. Но точно так же, чем больше каждый из нас посвящает себе изучению жизни, настроению, учению и миссии в нашем очаре основаниях, тем больше шансов, тем меньше шансов у того, что мы сойдем с нужного пути и совершим какие-то ошибки. Потому что совершив ошибки, мы порой зализываем раны на протяжении десятков лет. Я думаю, что вы здесь, даже в России, примерно понимаете, о чем я говорю. Хорошо, давайте посмотрим на следующую имперсональную выдумку о Шри Прабхупаде. Она заключается в том, что Прабхупада – это гуру лишь инициированных им учеников. Кстати, я заметил, что некоторые... Если вы сейчас записываете, делаете конспекты. Ижевск. Одна... У меня есть все конспекты. Ижевск. 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 У меня эти все конспекты, на самом деле, уже есть. Их сейчас переводят Матаджи из Ижевска. Мы назвали Венера. Переводят Вриндаприя. Очень скоро они будут на русском языке. Если вы мне напишите в электронной почте или дадите Амададжи... Можно Амададжи Гули написать, и она обязательно даст все необходимые конспекты. Поскольку обычно стоит нам услышать что-то, оно вылетает с другого уха. А если мы во время семинара записываем, то мы вообще ничего не услышим. Я ведь так занят, записывая что-то в тетрадку, и поэтому ничего не слышу. Ну, конечно, вы можете писать, но пусть это будут вопросы и комментарии ваши. И теперь, да, следующее заблуждение, это, конечно же, очень неполное понимание Шабхарпада. Когда Шабхарпада был среди нас, иногда нам говорили, а кто вы, например, депортеры, или, ну, любые люди спрашивали, задавали нам вопросы. Шабхарпада никогда не говорил, меня зовут Бхактивиданта Свами, я дикша-гуру, почти пяти тысяч бывших хиппи. Шабхарпада Кома никогда не убежал. Он всегда говорил по-другому, он говорил, меня зовут Бхактивиданта Свами, я Ачария-основатель Международного общества Сознания Гришны. Итак, это выдумка. А теперь мы прочитаем факт. Даже мы не сами скажем, мы прочитаем из утверждений GBC, но прежде я вам расскажу одну историю. Итак, прочитаем факт. Шабхарпада – основатель Ишикша-гуру всех предных искон, так как он воплотил и представил учения предыдущих Ачарьев, Брама Матву Гаудеса Прадая, для настоящего века. Это, можно следующий слайд показать, это резолюция, еще раз. Это резолюция, которая была написана в 1994 году, 20 лет назад. Это было первое утверждение для решения GBC о статусе Ачария-основателя. Эта резолюция вышла в 1994 году в марте, в Майапуре. И вот, какая история с этим связана. Через пять месяцев, там же, в Майапуре, когда предные праздновали Весоплужившего Прадапада, это было утром, все еще постились, и один мой духовный брат повторял Джаппу. Наверняка, кто из вас был в Майапуре, поднимите руку. Большинство вообще жителей Майапура – это русские. Есть бенгальцы, а есть русские. Еще просто. В прежние времена там были только американцы, а теперь только бенгальцы и русские. Но это нормально. Итак, утро, Весоплужившее. Прямо за храмом, в Майапуре Чандрада, там стоит лавка, где продается Махапрасад. Торты, пирожные от божеств. Знаете, да, все это место? Конечно, все знают это место. И вот, итак, между этой лавочкой и городом Стамбой, один мой духовный брат ходит и повторяет Джаппу. И вдруг, неожиданно, он обращает внимание на местного брамачаря, стоящего рядом с ним. Который, точнее, сидел в уголке и съедает большой кусок Махапиццы. И мой духовный брат немножко оторопел от всего этого. И настолько тактично, настолько нежно, насколько он мог, что-то похоже... Вы, похоже, тоже очень тактично и нежно что-то делаете. Не хватается света, явно. А теперь рекламная пауза. Махапиццы могут перерывы, да? Проветрить помещение. Две минуты. Они должны поменять воздух. Поменять воздух? Я спрашиваю? Я не знаю. Я спрашиваю нефтар. Я не знаю про тебя, но... Я спрашиваю американский воздух. А как эта лампочка связана с интелляцией? У нас перевер на Киртель, похоже. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Вы знаете people come up Do you think it's only our responsibility? ...do you think it's only our responsibility, that you are all followers, that your heart has been taught you? на его учении, его настроении, его миссии. Нет, это ответственность каждого. Если все поколения последующие не будут делать это, не будут погружаться в изучение основ, в очаре основателя, то это уникальное наследие, что у правопада будет полностью утрачено. Это ответственность каждого последующего поколения. Итак, мы рассмотрели имперсональные выдумки о Шире Промпаде. То есть, он единственный, он лишь губ для 4900 учеников, которым он дал посвящение в 60-70-х годах. Но очевидно, что это неполное, это имперсональное представление Шире Промпаде. Теперь посмотрим на сентиментальные выдумки о Шире Промпаде. Помните, вначале мы объяснили, что это сентиментальное. Это когда мы обращаем внимание лишь на жизнь или на личность Шире Промпаде. О, Промпад такой нектарный. Да, он нектарный. Но он также бывал очень строгим. И Промпад нужно познать во всей полноте. Есть нектарные его грани, есть очень жесткие грани. Если мы не знаем его во всей полноте, то как я смогу понять, кто является его настоящим представителем? Если я не знаю, кто такой Промпад, то как я могу узнать его представителя? Что Промпад сказал, если вы хотите найти подлинное золото, то вы должны вначале хотя бы иметь какое-то представление, какой-то опыт того, что такое золото. Тогда можно найти настоящее золото. В противном случае вам продадут, знаете, как на... Как Буратини золото продадут. Давайте посмотрим на эти сентиментальные заблуждения. Первое, воображаемые. Мы просто сейчас перечислим вначале. Воображаемые Промпады. Промпады как подставное лицо. Промпады ушедшие навсегда. И Промпады, Дикша, Гуру, навсегда. Вы что, гордились? Вы, да, да? Я не говорил R-word. R? R. А, да. Не ссор. Вы видите, вы должны меня гордиться, потому что я не произнес здесь слово, начинающееся на букву R. Я обошел это слово в конце. И так это сентиментальные заблуждения. Есть нечто общее, объединяющее все эти сентиментальные заблуждения. И этот, это фактор с чрезмерной привязанностью к временному материальному телу. Давайте же посмотрим на первую категорию. Выдуманный, воображаемый Промпадхупады. Вначале я вам расскажу, к чему все. В своей книге «Мой славный духовный учитель» выдающийся Бориджан Прабу пишет, что когда в начале 70-х годов он оказался один, одинешник в Гонконге, ему нужно было проповедовать, что он был там лишь со своей женой. И постепенно они стали пренебрегать представлениями Шрилы Прабхупада. Ну, все время, тем не менее, они воображали, что они по-прежнему следуют Шрилы Прабхупаде. Когда Шрилы Прабхупада приехал к ним в Гонконг, он их милостиво, но грубо пробудил это сна. Теперь мы с вами посмотрим, о чем же Прабхупада говорит. Я представлял, где-то Бориджан Прабхуп пишет, я представлял себе, что Прабхупада готов идти на компромиссы в практике сознания Кришны и вопросах чистоты. Но, когда я внезапно столкнулся с настоящим Прабхупадой, Прабхупада моих иллюзий растаял, как туман на рассвете. Прабхупада, как он сам сказал, был на 90% либерален, но на остальные 10 строк. Знаете, откуда это отверждение? Шрилы Прабхупад такое говорил, он сказал, я убирал на 90%. Откуда эта цитата? Это было в 1967 году. Когда Шрилы Прабхупада поехал в Сан-Франциско, чтобы открывать второй центр движения, люди уже ждали его. Там было очень много людей из контракультуры, альтернативщиков, которых привлек Мукунда навстречу с Шрилой Прабхупадой. Есть фотографии, запечатлевшие этот прием, прием в аэропорту. Там был один знаменитый человек среди этих хиппи, сейчас очень знаменитый. Они все были одеты в разные костюмы, волшебников, как курочки и все. Ну, вот так вот мы в то время одевались. Дженнис Джаппин? Есть, это была такая, по-моему, женщина, да? Однажды я был на концерте в знаменитом зале. Дженнис закончила одну часть своего выступления, и затем она уже выходила на второй акт, а я оказался прямо перед ней, у нее на пути. И вот Дженнис, проходя мимо, я сказал, ну-ка, дорогуша, раступись. Она выглядела, как ведьма, такая добрая ведьма. Красные волосы разбивались. И когда я смотрел на нее, как она поет, я стоял прямо перед сценой, прямо под ней. Это было искаженным отражением того, что мы делали в Ашила-Правопаде. Она пела, и одновременно у нее была там, выпивка какая-то стояла, она периодически отпевала туда, и потом плевала. Выплевывала все это. Я ловил, что она выплевывала. Я думаю, что это совершенство моей жизни, поймать то, что выплюнуло Дженнис Джекплин. Понимаете, мы ведь то же самое делаем. Лотосный стоп, лотосный уста, ну, все вот это, вся эта тема. Если вы не предаетесь Кришне, то на вас будет плевать Дженнис Джекплин. А вы будете думать, что это успех вашей жизни? Ну, вот так она пела. Итак, Кришне-Правопада приехал, его встречали в аэропорту, и там есть фотография со знаменитым человеком, которого звали Айн Гинсберг. Он был поэтом-альтернативщиком очень знаменитых телевизоров. И Сан-Франциско, новости Сан-Франциско сообщили, они не знали, кто такой Правопад, но они знали Айн Гинсберг, это знаменитый поэт. И они пишут, кто это рядом с ним. Айн Гинсберг говорит, а это славя Бахтибеданта, это самый настоящий славя, заправдочный славя. Он начал духовное движение, он натуральный, он очень хороший. Но в какой-то момент, в следующий день, в правопаде прочитали эту статью, и Гинсберг там спрашивает о принципах, которым следует свамя. И Гинсберг говорит, да, свамя же очень консервативен. Услышав эти слова, Шабхупад сказал, консервативен? Да я на 90% либерал. Что он не нормал? Знаете, что он не нормал? Как мы можем сказать, что прабхупады либерал? Почему? Подумайте вообще о контексте, в котором это произошло. Ну да, но что-то даже более основополагающие вещи. Потому что он переехал, общался с хиппи, другие бы даже не позволили себе общения. Потому что он приехал, общался с хиппи, другие бы даже не позволили себе общение. Но даже еще более основополагающие вещи. Он дал очень сокровенное людям, которые даже на людей не похожи. Но по сравнению с той культурой, откуда он приехал, он для людей Запада дал всего лишь 30%. Прабхупада пришел вообще. Он просто приехал. Саду обычно не пересекают океаны. Саду знают прекрасно, что если ты хочешь сохранить свою чистоту, то не езди туда, где живут в Видеши, заморские плечи. Он приехал и стал общаться с такими, как я. И Дэйр Бориджан говорит, что на остальные 10% прабхупада был очень строг. И это вот как раз речь о том, что я имела в виду Гинсберг. Что вообще Гинсберг имела в виду? О, с вами же очень консервативный. Что он имел в виду? Сместиверс? Сместиверс, 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 сместиверс. Да, правда. Он не говорил, что ну и так с этим. Я рассказывал вам о конференциях по эндологии в Лос-Анджелесе. Через два года после ухода Шива Фраукада, в 79-м году в Лос-Анджелесе состоялась всемирная конференция по эндологии. собрались эндологи со всего мира, которые изучают историю, культуру, языки Индии. Я в то время жил в Лос-Анджелесе, и некоторые лидеры нашего движения решили разобраться, чем же там занимаются эти ученые. И они как-то пробрались на эту конференцию в одеждах обычных людей и стали разнюхивать, чем же там занимаются ученые. И они там обсуждают разные гуру, свами, йогов, которые еще с 1890 года приезжали в свое время на Запад. Поскольку эти люди ученые, они в принципе владеют литературными писаниями, медической культурой, и в чате все закончилось. И они стали там ругать напропалую все эти гуги, свами, гуру, которые приезжали на Запад в поисках лишь какой-то выгоды, славы, которые шли на компромисс с ведической культурой, лишь для того, чтобы заигрывать со слабостями западных людей, то есть понравиться западным людям. Называли ли они себя йогами, или учителями медитацией, или учеными, или какими-то великими тапасами, как бы они себя ни называли. И затем один из старших индологов, И.Л. Бэшем, из одного австралийского университета, из Канберры, встал. После того, как все уже высказались, после того, как они уже посыпали пеплом всех этих гуру-свами-югов, самый старший, это был декан, один из самых старших индологов, он поднялся и сказал, «Но! Был один свами, который никогда не был таким заурядным свами, который никогда не подстраивал, поставил бед под западный вкус, и его звали Ачепактимиданта-свами». И преданные им просто испытали экстаз, потому что пока сейчас эти все ученые веселились тут, проглядая всех этих гуру-свами-югов, но преданные очень обрадовались, увидев, что они оценили их, нашего Шилабраупада. В этом уникальность Шилабраупада. Шилабраупада был очень строг. Он говорил нам, «Я не могу идти на компромиссы в сознании Кришне, просто чтобы это понравилось американцам». Но поскольку он был замечательным примером в сознании Кришны, тем самым он воодушевлял нас следовать практике практики. Он воодушевлял нас отбросить низший вкус и принять больший вкус. Итак, Буриджан и его жена стали просто таким пренебрегать наставлениями Шилабраупада. И когда они встретились в своем парту, просто увидев их, они вдруг ощутили чувство. Они говорят, «Ой, так мы же поклонились вообще иллюзовному Павлопаду, воображаемому, поскольку они стали воображаемыми учениками». Такой же вопрос я задавал вам прежде. Как нам избежать общения с иллюзовным Павлопадой? Как нам не начать поклоняться иллюзовному Павлопаду? Это тоже самый простой вопрос. Кто может ответить на него? Турить his books. Турить his books. Читать его книги, слушать его лекции, то есть быть поглощенными его словами, написанными и записанными. Это все. Думать о его учении, о его настроении. Это то, что нужно делать. Я вам скажу правду. Если бы я не знал английский язык, конечно, легко сказать, потому что я в детстве знал английский. Но я думаю, что для того, чтобы познакомиться с Павлопадой, я бы, наверное, выучил английский. Это вообще хороший стимул выучить английский язык. Хороший способ. Можно читать его книги, можно слушать его лекции. И все остальные глупости эти в английском языке не обязательно изучать. Надо просто язык Павлопада изучить. Очень нектарный. Поверьте, дяди Сурешвале это правду. Все истины, вся красота в звуке, голоса Шевопа Павлопада и его слова, записанные в него книгах. Это транс, это самадхи. Это и есть наша самадхи. Итак, если мы всегда живем в свете и в свете его наставления, исследования его наставления, тогда мы можем избежать воображаемого Павлопада. Павлопада, как подставное лицо или номинальный глава, это королева Англии, а это Шевопа Павлопада. Почему, думаете, я поместил сюда королеву Англии в месяц, чтобы упали? Хотите, верьте, хотите, нет. Но хотя Америка началась с того, что люди сбежали из Англии, горстка не бежала, тем не менее мы все любим нашу королеву. Мы обожаем королеву Елизавету. Поскольку так, такую систему установил Кришна. Это его устроение. Хватит начала, это швозь, дальше не надо. Итак, Кришна сказал Абжуну. Я уже рассказал эту науку, поведал ее святым царям. Поскольку, когда они предоставляют защиту этому учению, когда когда лидер ведет людей правильно, то люди идут за ним. Это система, как установил сам Кришна. Во главе общества должны стоять святые лидеры. Также, когда я был молодым человеком и застрелили нашего президента Кеннеди из винтовки. Наверняка вы знаете об этом. Но я должен признаться этому. Я вообще один из потомков убийц президента. Кто у вас тут президент? Будьте внимательны. Смотрите за мной. Я, в общем, потомок убийцы президента. Я не шучу. Моя матушка перед уходом из этого мира ее девичье имя было Буфф. И тот сумасшедший актер, который убил артист, который убил Линкольн, его звали Джон Уилькс Буфф. И один из моих братьев спросил маму перед ее уходом. Слушай, мэма, мы вообще как-то сравнены с этим Джон Уилькс Буффом? И мама очень серьезно вдруг стала лицом. вообще Джонни на эту тему мы обычно не говорим. Но да, мы его родственники. Никому не говорим. Ну, она уже умерла. Я просто хотел предложить предупредить Саду Приброву на президентах Романа. Но сейчас мы занимаемся убийством ложных представлений. Так что не переживайте Саду Приброву. Мы действуем в ливии восемь зачитаний. Господь считает не убивает демонов. Он убивает демоническое настроение. Кажется, пролилось там чуть-чуть. Кажется, Кришне не понравились мои слова, потому что сразу же что-то пролил. Он там разлился чай по всему столу. Так вот, почему я здесь разместил портрет Королевы Елизаветы? Два года назад был алмазный юбилей Королевы Елизаветы. Знаете, что такое алмазный юбилей? Это значит, что ей 60 лет. С 52 по 2002 год. Все эти годы она правит Англией, она ездит по всей Англии, правит Елизаветы. Однажды она даже посетила школу Кришна Аванти, которая находится недалеко от Лондона. Она вместе с ней принц Филип получили милость там. Они получили даршан Шиши Горанитай. Они приняли Махапрасат и Божесть и услышали там святую Нему. Затем они также посмотрели сценку на духовную тему, которую поставили дети. Но в то же время, во время своих путешествий по Англии, посвященных алмазовому юбилею, все приветствовали королеву, но по факту власти у нее нет. Она лишь подставное лицо или номинальная глава государства. Словарь объясняет нам, что такое подставное лицо. номинальный глава это человек, занимающий пост руководителя страны или какой-то компании лишь только номинально, но в действительности не обладающий ни властью, ни возможностью влияния на себя и никакой ответственности. например, большинство современных королей, царей и королев являются такими номинальными лицами, подставными лицами. По мере течения времени, если все последующие поколения не будут понимать, что все мы не имеем один корень и что все наши связи сходятся в одном месте, все это сконцентрировано на чаре основателя. Если мы не будем это понимать, то мы будем больше и больше уходить дальше и дальше уходить больше до тех пор, пока очень скоро сознание Кришны не останется. По крайней мере в том виде, в каком оно должно быть. Это превратится в то, что Шелупарпада говорит, не превращайтесь в очередную дурацкую организацию. Это смысл организации. Саса Румахараджи написал об этом следующим образом в книге, которая называется «Поведение Вайшнаа». Гуру, в особенности Джагат-гуру, это не семейный священник для проведения ритуальных церемоний. Он также не подставная фигура, назначенная какой-нибудь организацией, но в действительности не влияющая на умы и сердца учеников. Напротив, духовный учитель это центр жизни учеников, которые думают «Он мой Господин, жизнь за жизнью». Конечно же, это перекликается с Гуру Ванданой, которым он был. Я помню то время, когда Шелку Рупада попросил нас плеть к Гуру Вандану. Это было в 1974 году. Впервые мы проводили большой фестиваль в Майяпуре. Мы получили в декабре 1971 года получили зиму. Шелку Рупада провел цередонную закладку камня в 1972. И к 1974 году там собралась какая-то большая группа предных, которые собирались праздновать Гуру Пурниму в самом Майяпуре. Я не смог поехать, но президент храма и несколько преданных поехали туда. Когда они горнулись, то они просто сочились с нектаром. И одна из вещей, которые они привезли с собой, это была песня Ши Гуру Чара Нападла. Знаете, когда мы поем эту песню, вообще-то это на Бенгале, правда, есть? Кто-то здесь есть в Бенгале? Когда мы поем эту песню, как правило, мы все ее поем на своем родном языке. Поэтому, во-первых, а знаем ли мы значение слов, которые произносим, когда мы говорим о чакку дан ди ло джи, чакку дан ди ло джи, чакку дан ди ло джи, он открыл мои слепые глаза, он наполняет мое сердце трансцендентным знанием. Это то, как Шампруппада переводил. это то, что мы поем, обращаясь к чакке основателя. А знаем ли мы значение слов которые произносит? И даже если мы знаем значение слов, верим ли мы в то, что мы поем? Пuana сказал нам, что мы должны петь эту песню после Пререзти Божеств перед Божествами в каждом из его храмов до все времена. И это должно нам подсказать, какое положение Шрабхупада занимается. У нас у каждого есть Гурдев, Гурмухарадж, но есть лишь один неповторимый Ачарий Основатель. И поэтому мы должны очень четко понять положение Шрабхупада. Итак, Прабхупада как знаменальное лицо. Это сентиментальное представление Прабхупады, который жил много лет назад. Да, наверное, хорошие времена тогда были, но больше его нет. А это уже мы переходим к следующему заблуждению. Но вначале вопрос. Как мы можем не сделать Шрабхупаду подставным человеком, который со временем уходит в забвение? Такой вопрос. Как Вы можете уберечь Прабхупаду от того, чтобы остаться номинальным лицом, который ушел в каму в лес? Нужно сделать то, что он хочет. Вы должны делать то, что он хочет. Ну, нужно слушать об этом. Каждый день мы кушаем. Каждый день мы купаемся. Вы моетесь каждый день? Я знаю, что Вы кушаете каждый день, но точно. Каждый день нам нужно слушать Прабхупады. Иначе мы просто уйдем. Вас унесет ветро течениями. Такова природа людей. Как поется в этой песне? Смысл в том, что жизнь это сон. Неважно, что происходит, это просто сон. А что Кришна говорит об этом в шестнадцатой гитаре? Они говорят, что мир нереальный, что он нет основы, что никакой повелитель не управляет им. Что он появился лишь из полового увлечения. Нет никакой другой причины, помимо вожделения. Очень легко плыть куда-то, лишиться правильного сознания, если мы не слушаем абсолютный авторитет и истинного источника. Итак, последнее заблуждение. Предпоследнее заблуждение – это Прабхупады, ушедшие навсегда. Мы прочитаем цитату из заключения Шива Прабхупады к читании Чаритамрите. Есть два вида общения – вани и вапу. Вапу значит слова, а вапу – физическое присутствие. Иногда физическое присутствие доступно, иногда нет. Однако вани продолжает существовать вечно. Поэтому нам следует больше уповать на вани, нежели на физическое присутствие. Я расскажу вам свою историю, связанную с этим тихотомией вани и вапу. Когда я осознал, насколько истинно данное слово было в феврале 75-го года. В то время мне было очень тяжело в сознании Кришны. Я распространял книги, и после пяти лет движения я уже точно знал, что на самом деле я должен работать над книгами, я должен составлять это. Но я был уверен, что президент храма не отпустит из Санкт-Петра. Поскольку я хорошо распространял книги и приносил хорошие пожертвования, и у меня в голове был сильный конфликт. Президент моего храма прекрасно это понимал. И вот, когда мы были в Майами, когда приехал шел Павпада в феврале 70-го года, он сказал, «О, Спешмар, а давай пойдем с села Павпада на утреннюю прогулку». Я в жизни не ходил на утреннюю прогулку. Это была привилегия, которую доставили далеко не многие. Но я был одним из простякских, простых людей. Меня никогда не попадало. Я сказал, «Ну, конечно, я хочу пойти на утреннюю прогулку». Потому что он знал, что мне нужно какую-то особую милость оказать. И так это было серое, футро, гонями было, прохладно, туман. И вот мы шли по берегу Атлантического океана. И это склон песочный был очень крутым. И вот эта полоса между песком, где мы шли, и самим океаном была достаточно узкой. Поэтому нам всем пришлось выстроиться гуськом за Шел Павпаде. И в то время Шел Павпад как раз закладывал основы института Бахтии Данте. И поэтому в нашей компании было несколько ученых. Поскольку мы не могли шли по сторонам и идти по сторонам от Шел Павпады, поэтому преданные сзади кричали за дальшие попади вопросы. И для того, чтобы ответить, Шел Павпад останавливался и разворачивался, и отвечал всем нам. И в какой-то момент во время прогулки оказалось, что я очутился прямо за спиной Шел Павпады. Я был вот на таком расстоянии от спины, от затылка Шел Павпады. Но я был таким глупым человеком, что я не услышал, что кто-то задал вопрос. И я не услышал ответ, Шел Павпады, поскольку я думал лишь об одном. Ух ты! Я прям за затылком Павпады. Как ребенок, знаете? Я видел его золотистую, седую голову бенгальца. В то время, как он несколько дней пропадали при его голову, поэтому я видел его шику, которая сколзла куда-то к шее. Я видел несколько серебряных, седых волос, которые украшали его шику. Я смотрел на его волосы, на его кожу. Я думал, надо же, я прям за спиной Джагадгурна. Шила Павпады. Вдруг Павпада поворачиваешься ко мне, чтобы ответить на вопрос. Я не помню, что он сказал тогда. Я очень четко ощутил перемену, что что-то вошло в мое сердце. Это, знаете, Тенебрама, Хрида. Не небесами что-то сказали. Но я очень четко услышал в своем сердце. И послание было таковым. Да, ты прям за спиной Павпады. Но, дружок мой, ты на много-много световых лет далеко от Шила Павпады. Ты вовсе не рядом с ним. И в этот момент я оторопел. И подумал, Боже ты мой. Вот я иду прямо за Павпады, но я далеко-далеко от него. Но в следующий момент, как только я об этом подумал, я испытал экстаз, потому что я понял, что это действительно правда. Что быть близким духовным учителем — это понятие не иметь ничего общего с телом. Но это связано с тем, чтобы жить в свете его наставлений. И я подумал, а, так это правда. Это значит, что когда-то я смогу по-настоящему встретиться с Шилой Павпадой. Встретить его по-настоящему в трансцендентном измерении. И это послание, очевидно, касается каждого из нас. Поскольку сегодня прошло 39 лет с той прогулки утром. И с тех пор я чувствую себя гораздо ближе к Шиле Павпаду. Поскольку все эти годы я пытался жить в свете его вани, его наставлений. И вот, собственно, к этому это все исходится. Это касается всех. Эти слова Шиле Павпаду могут казаться немного жесткими. Особенно в конце он пишет, поэтому нам следует уповать на вани, нежели на физическое присутствие. Хариш Ари Павпаду пришел здесь с его живым Бабхаватом? Он пришел здесь. Он пришел здесь много раз, но не с его семинарами. Ну, я имею в виду, это не означает, что Прабхапада вапа не было нектарным. Конечно же, это не означает, что вапа или личное общение с Прабхападом не было таким нектарным. Но Прабхапада у Прабхапада было лишь 12 лет, чтобы явить здесь определенно. И все эти 12 лет – это лишь искра. Это лишь маленький фрагмент того, что доступно каждому из нас, если мы будем погружаться в его наставления, в его книги и в его речи. Прабхапада было время для того, чтобы явить лишь часть всего того, о чем он мог, о чем он писал и о чем он говорил. Итак, прочитаем цитату, которая, с другой стороны, утверждает, что вапа тоже важен, и мы поймем, почему вапа важен. Это цитатка из Читани Чиритамрита Анилила 1.35. Цитата. Существенно важным является служение Духовному Учителю. Если мы не можем служить Духовному Учителю непосредственно, то есть физически, тогда предатель должен служить Духовному Учителю, вспоминая наставления Духовного. Различий нет между наставлениями Духовного Учителя и самим Духовным Учителем. И вот теперь важная строчка. Поэтому в отсутствии Духовного Учителя, в отсутствии личного общения с Духовным Учителем, прибежищем для него должно стать или тем, за что хватается ученик, должны стать наставлениями. Это должно стать его гордостью. Наставления гуру должны стать гордостью ученика. Это хорошая гурусть, когда мы чувствуем, что нам очень повезло, что это большая приведение, что мы можем жить в соответствии с теми наставлениями, которые дал нам Шива Павла Павла. Так, хотя облик Духовного Учителя, его тело, и те инициации, которые мы получаем, безусловно, Божественные. Вы знаете, да, что церемония посвящения – это Божественная церемония. И тело Духовного Учителя также духовное, поскольку оно используется исключительно в служении Кришне. Но в то же время мы должны понимать, что то, что по-настоящему поддерживает нас, и восстанавливает наше сознание, и позволяет нам расти. И то, что возвращает нас назад к Богу в течении времени – это именно наставление Духовного Учителя. Итак, хотя Ачария-основатель позволяет своим последователям понять, кем он является, тем не менее, некоторые люди по-прежнему настаивают на том, Ачария-основатель позволяет своим последователям понять, кем он является, а также все好的 практика связанта по-прежнему может быть последователем. То есть helping them believe Ihre ответственность Хотя Ш Konf paired план имеет основание или базис для всех его последователей, тем не менее, находятся люди, которые исполюдят другую философию, считая, что Швабарупада остается единственным гуру, дикшагуру для всех последующих поколений. Иными словами, если мы глубоко понимаем положение очария основателя, в нашем случае Швабарупада, если мы понимаем, какую роль он играет в нашей жизни, если мы глубоко понимаем эти отношения, то, чего ради мы захотим, будем продолжать считать его единственным инициирующим духовным учителем, он уже наш, он наш очария основателя. Зачем же продолжать считать его своим дикшагуру? Потому что мы не понимаем фундаментальные азы положения очария основателя. Итак, теперь. Теперь мы послушаем о том, почему некоторые люди по-прежнему настаивают на том, чтобы он был вечно дикшагуру для всех. Итак, еще раз. Мы говорим о сентиментальных выдвуках. Это прабхупада, который был вечно дикшагуру. Нет, это прабхупада, который был вечно дикшагуру. Мы об этом уже сказали и прочитали. Итак, прабхупада — это дикшагуру навсегда. Это тоже выдумка. И вот одно из доказательств. Письмо, которое прабхупада написал в 1975 году. Знаменитое письмо о том, что Кришни. Продолжая твердо следовать процессу обучения, и так ты станешь истинным гуру. Тогда ты сможешь принимать учеников по этому же принципу. С другой стороны, согласно этикету, пока жив духовный учитель, всех, кто хочет принять посвящение, традиционно приводит к нему, к гуру. А уже в его отсутствии или после его ухода вы можете принимать учеников без каких-либо ограничений. Таков закон ученической преемственности. Я хочу видеть, как мои ученики становятся истинными духовными учителями и распространяют сознание Кришны как можно шире. Это осчастливит и меня, и Кришну. Письмо то, что Кришна, 1975 год. Таков принцип или закон ученической преемственности. Он всегда мог подстраивать какие-то детали, какие-то подробности, но никогда не шел на компромисс с принципами. И вот еще одно доказательство того, что он хочет, чтобы все мы выросли и стали нормальными гуру. Каждый из нас стал гуру. Ну, конечно, в той стихии, ни в какой вы можете это сделать. Это письмо из 1969. Это письмо из 1969. Подумайте только. Совсем в самом начале. В то время было издано лишь две книги. Это была Бхагавадгита, жестко порезанная, и учение Господочитания. Бхагавада уже здесь начинает говорить о том, что хочет организовать курсы на основе своих книг, которые будут додавать человеку определенный диплом. Это Бхагти Шастри, Бхагти Вайбава, Бхагти Веданта и Бхагти Сарабома. Он сравнивал это с степенями в академическом образовании, где человек получает постепенно бакалавра, магистры бакалавра, кандидаты, доктора и так далее. Было всего две книги, но видение Шабруппады простиралось до конца веков. И вот Бхагавада говорит в своем письме. Это было 3 января 1969 года. Самое начало 1969. Цитата. Я хочу, чтобы все мои духовные сыновья и дочери унаследовали мой титул Бхагти Веданта, для того, чтобы этот трансцендентный семейный диплом по-прежнему принадлежал всем последующим поколениям. Те, кто наделены титулом Бхагти Веданта, смогут подавать посвящение и принимать учеников. То есть, он хочет, чтобы все это делали. Затем Бхагавада пишет. Может быть, к 1975 году все мои ученики смогут начать давать посвящение. И так поколение в следующей поколении будет разрастаться. Вот такие у меня планы. Представляете, 1969 год. Летом я живу в домике недалеко, прямо напротив университета в Гинзвиле. Мы там проповедуем и студентам даем создание Кришны. И один директор Мининг. И руководитель этого нашего проповеднического центра Калаканта Прабху. У него около 12 инициированных учеников из университета. И когда он дает посвящение преданным, в духе Прабхупады, который он занят здесь, Калаканта Прабху говорит, «Я твой Удикша-гуру». Шила Прабхупада – это твой Ачарь и Основатель. Это фундамент твоей духовной преемственности. И вот сейчас, по прошествии 10 лет, точнее, теперь, слушай мне, я хочу, чтобы через 10 лет ты был так под насчет сознания у Кришны, ты стал таким зрелым, преданным, что ты тоже сможешь принимать учеников. Я хочу, чтобы ты тоже это делал. И это полностью соответствует тому, что говорит здесь Прабхупада. Вот еще цитата. Это из обращения Прабхупада на Виаса Пуджа, день, когда всем выражали почти на нем. А он же, как бы, дает, он отвечает на наше прославление. Это было в августе 73-го года Бхахтинданта Мэннери в Лондоне. Я хочу, чтобы все вы, мужчины, женщины, ребята, девушки, чтобы все вы стали духовным учителем, духовным учителем, чтобы вы продолжили этот принцип. Духовный учитель просто искренне следует принципам и говорит людям, так вы станете любимчиками Кришны. Кришна говорит в Бхагавангите, если человек делает это смиренное служение, проповедует то проповедует сознание Кришны, то нет никого дороже, чем этот предназначение. Поэтому, если вы хотите, чтобы Кришна заметил вас, чтобы Он сделал это очень быстро, тогда вы должны принять этот процесс и стать духовным учителем, представлять Бхагавангиту, как она и есть, тогда ваша жизнь увенчается успехом. Спасибо. Спасибо большое. Итак, это были слова, что у Прабхапада и письма. Некоторые люди говорят, ну, это просто письмо, ну, Прабхапада сказал, ну, вот вам выдержка из комментариев. Это повсюду вани в наставлениях Прабхапада. Цитата. Тот, кто сегодня ученик, будет следующим духовным учителем. И нельзя быть настоящим, подлинным духовным учителем, если человек не следовал строго своему духовному учителю, не был его смиренным послушником. Теперь у меня к вам вопрос. Еще один вопрос. Другой вопрос. Вопрос будет другой. Не волнуйтесь. Следуя тому, что Прабхапада называет здесь законом ученической преемственности, Четкое наставление, что Прабхапада, заключается в том, чтобы все его последователи, представители любых поколений, становились Гуру. Как инициирующими Гуру, Дикша Гуру, так и Шикша Гуру. Но. Всегда есть какое-то но, правда, жизнь так устроена. Но. Почему мы вдруг опускаемся до этого заблуждения, что единственная Гуру на все века это Шикша Прабхапада? Только он дает посвящение. Назад к Прабхападе, вернемся к Прабхападе. Если вы хотите вернуться к Прабхападе, то будьте добры сделать это правильно. Почему же мы можем спуститься до этой ошибки и говорить, что Прабхапада это Дившу Гуру навсегда? Причина это определенная болезнь. Я даже придумал для нее название. Это будет по-настоящему. Вы все знаете, что такое СПИД, правда? СПИД все знают. СПИД не убивает вас, но он полностью убивает ваш иммунитет. Поэтому любая другая болезнь может убить вас. Итак, почему же мы становимся подверженными этой ложным представлениям? Это болезнь. Болезнь это называется. Ф-А-Д-С 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 Что означает Болезнь Ачари-Основателя Переносчиком Который является Гуру, Который грубо или подспудно подражает Ачари-Основателю. Этот фэдз, это заболевание, этот вирус не позволяет развиваться в нашем истине отношениям с Ачари-Основателем. И, как бы, у нас эта болезнь, этот вирус позволяет прорастать в нашем сознании ложным мнением о том, что Ачари-Основатель является нашим вечным, истинным Гуру. Иными словами, если мы на самом деле образованы, если мы понимаем, каково положение Ачари-Основателя, то, чего ради, мы будем считать, что Прабхупад это наш истинующий Духовный Учитель. У нас уже есть Духовный Учитель. То есть, у нас уже есть Прабхупада, который является нашей основой, нашим Ачари-Основателем. И меня это тоже касается. Я думаю, я уже говорил об этом, что лично я не просто ученик Прабхупада. Не нужно думать, что я инициированный ученик Прабхупада. Но смысл в том, что я получаю представление. Вот что делает меня. Прабхупада Анугри. И это касается всех из последующих поколений. Мы все, у нас всех одно Я. Мы все, один статус у нас. Этот статус, это Прабхупада Анугри. И хотя Прабхупада сам дал мне посвящение, я его динши ученик, но эти отношения не сводятся просто к Нему и ко мне. Я уже говорил об этом, что если вы можете обогатить мои отношения с нашим Прабхупадом, то вы тоже становитесь в каком-то смысле моим Гуру. Например, я вообще не очень-то умею поклоняться Божеством. Я больше такой книжный червь. Ну, мне нравится, конечно, петь, танцевать, петь, танцевать, писать, читать, проповедовать и учить, но я не могу работать пребывать Боже, я не могу какие-то вещи вместе, что-то руками работать. Я не очень-то умею похлоняться Божеством. Прабхупада, он Мантру Пасхака, предсказывается в Бархупаде Божеством. Мантру Пасхака, о котором предсказывается еще в Бархупаде. Мантру Папхупаде, что он будет установлен Божеством во всем мире. И вы поможете мне утвердиться в отношении с Павопада, если поможете мне научиться поклоняться Божеством. Это тот аспект Павопада, в котором я не развит. Это пример того, как мы можем развиваться иском. Если все мы одна семья, и у всех у нас есть один фундамент. Есть разные Шик Шадик Шагуру, разные ветви этой семьи, но это не так важно. Важнее всего наш корень, или наше базисное отождествление, или базисное отношение со Шрилой Павпадой и наш статус Павопада Анук. Зачем нам нужен Павпада как Дикша Гуру, если он уже наш Ачарий Основатель? Воскресенье. Воскресенье Искам по-прежнему приходит в себя после того большого промежутка времени, когда очень сильно акцент был сделан на Дикша Гуру. Мы еще лечимся, но мы выходим из этого периода. Дикша Гуру играет очень важную роль в нашей жизни, они как наши родители. Шик Шагурда, как наши дяди и тети. Как я говорил, если они углубляют наши отношения с Ачарий Основателем, то это самые важные люди в нашей жизни. Я говорил вам об этом, что мой лучший друг от Свару не хороший. Почему? Сколько он дает мне правопада? Я надеюсь, что вы поймете то, что я хочу сказать. Если мы концентрируемся на Ачарий, Основателем, мы никем не пренебрежем, никто не пострадает. Иными словами, если в центре Ачария Основатель, то выигрывают от этого все. Это знают Мадвы, это знают последователи Араба Мужи. Нам, последователям Искон, нужно лучше и лучше это понимать. Для чего? Для того, чтобы мы смогли сотрудничать И так, если я смог правильно выразить свои мысли, а вы слушали меня в правопаде, то к концу этого урока вы сможете смыли, уметь найти, обнаружить имперсональные выдумки о Шили Браво Паде, а также увидеть и развеять сентиментальные выдумки о Шили Браво Паде. также мы должны научиться видеть этот вирус ФЭТС. Каковы признаки этого каковы, как вы думаете, могут быть признаки этого синдрома АЧАРи, основателя? Вам повезло, если вы никогда не видели этих признаков, но слишком много травм, слишком много обмана, предателей, слишком много обмана было. Если у вас нет такого опыта, то вам очень повезло. Но каковы же признаки ситуации, когда кто-то подражает АЧАРи, основателя? Каковы признаки человека, пораженного этим синдромом, этим вирусом? Давайте, старички, пожалуйста, расскажите, каковы признаки? Кратко расскажите нам. Не проходит, да? У меня два есть момента, которые я хотел бы задать вопрос. Вопросы? Мы сейчас... Про обсуждать, да. Про тему. То есть вопрос Сурешева пробовал о синдромах. Да, синдромах. Скажите словами просто, какие синдромы? Знаете, так, по пунктам, по пунктам вот такое. I cannot tell you by bullets, I can just tell you the whole story. А кто-то может по пунктам объяснить, каковы признаки этой болезни? Я сам это так начну. Этот человек не позволяет вам читать книги правопады. Ты должен читать мои книги. Книг правопада тебе не понять, пока ты не прочтешь моих книг. И такое происходит. Также второй признак, второй симптом это то поклонение, которое принимает человек. Бхаттимин Атхакар знал, что потребуется всемирная санга, для учеников, которые будут сотрудничать, вместе действовать для распространения. Для того, чтобы распространить сознание Кришны в каждом городе, в каждом деревне. А это означает, что полномочия того или иного гуру исходят из Санги Вайшнаов спецификально Витвуэк. То есть эти полномочия исходят из Санги Вайшнаов и конкретно из Джи Ви Си. Если я заражен этим вирусом, и при этом Джи Ви Си мне говорят, знаешь, что, Решка, ну, то, как ты ведешь себя последние несколько лет, и вот те вещи, которые ты говоришь в последние несколько лет, ну, то есть ты что, подражал Джейнис Джаплин в Москве? Чем ты вообще занимаешься? Мы-то думали, что ты перед правопадой, перед Виасасином давал 4 июля, ты давал обеты, перед всем правопадой, вести себя всегда, быть достойным подражанием, но ты ведешь себя как гуру, знаешь, знаешь, ну, нам не хочется, чтобы ты давал посвящение в течение года, ну, может быть, больше. Но, если я называю себя правопадой анугой, что я буду делать в этом сообщении? Я скажу, «О, да вы ничего не понимаете, я ухожу, все, из ускор, я гуру, понятно вам? Я вам это докажу, «Эй, ученики, все за мной!» Ребята побежали, ага? Но если я дал правильное образование, они не уйдут со мной. они скажут то, что сказал Махараж, и Баби Шукар Чарик, «Ты обманщик!» «Я за тобой вообще не следую!» Как Бхакти Чару Махараж говорит, что если JBC скажет мне, «Ты не должен давать посвящение, если я называю себя правопада анугой, я подчинюсь этому указанию, я не независим, это вещь, которая может произойти только в иском, для того, чтобы эти отношения гуру и ученика гармонично встроились во всемирную интернациональную сангу варишнавов, для этого необходимо сотрудничать с JBC. А это означает, что мы все подчиняемся указанию Шукар Пады о том, что мы должны сотрудничать. Вот это уникальная ситуация, которая возникает в иском. Но это именно то, к чему именно то, чего требуют от нас Бхакти Винода, от Бхакти Сиддханта и наших Чарь-Основателей. Это необходимо, чтобы распространить сознание Креши. в каждом городе и каждой деревне никто не является независимым. Каждый из нас под отчетом подчиняется управлению. Давайте посмотрим. Так, завтра вечером завтра мы освобождение. Завтра мы будем, уже будучи свободными от ложных представлений, сентиментальных представлений об Ачаре основателя Шукар Пады, с завтрашнего дня мы уже готовы будем развивать свою собственную уникальную линию отношений Шукар Пады, как с нашим вечным, как его вечной любящей Славой Шукар Пады. Мне сказали, что иногда во время презентации я знаю, что Браджирену не совсем плохо переводит, но кто-то мне говорил, что иногда из-за перевода что-то не склеивается. Понятны какие-то моменты бывают. Давайте проясним сейчас какие-то вещи, если я постараюсь ответить. Если вам пора идти домой, то вы можете задерживаться. Уж сознание Кришны все-таки означает рано ложиться, рано вставать. Если рано ложимся, рано встаем, то это дает вам здоровье, богатство и сознание Кришны. Есть. А микрофон можно дать туда? вставать. Я так грубо скажу нормально. Микрофон, да? Или первое? Да, слышно. Я хотел что-то посетить на что-то. Вот однажды мне посчастливилось в начале 90-х годов попасть на одно заседание GBC. Я слышу, что вы в начале 90-х годов были на заседании. И там на этом заседании обсуждался вопрос о том, чтобы разделить духовный вопрос и вопрос организации и административных вопросов. Иисус Бабада, вот такой ачарий, он настолько был уникальным, что он не просто был ачарий в усыновении божеств, правильное понимание философии и в синтезе вот этих знаний, книжеских знаний. Он еще был прекрасным организатором. Он строил храмы. Сейчас я отвечу. Он строит храм и так далее. Но сейчас мы видим, что некоторые махараджи, то есть некоторые ачарии наши, они не всеми качествами обладают. Некоторые обладают качеством, допустим, проповедников. В чем вопрос? Вот я вот про вопрос, формулирую вопрос, да. Некоторые умеют строить храмы. Например, вот, ну, Габад Харашин строит храмы, да. Так же, как Шалупад, он проповедует, строит храмы, ну, примерно, да. А вот я, когда же общался про него с вами, я не могу строить храмы, я могу... Причем вопрос в том, что Шалупада как ачария, он умел все делать. Но некоторые из наших махараджи, они такими всеми качествами не обладают. Кто-то из них проповедник великолепный, кто-то из них просто прекрасный организатор. Но когда организатор пытается... Следующий вопрос. Когда пытается проповедник исполнять инфляционные вопросы, я бы... У меня вопрос возревает, да, это вопрос. Ну, хорошо, у меня задание, а я буду перекнуть. Да, то есть, получается, что когда махарадж берет на себя тот, который имеет качество проповедника, берет на себя вопросы организованные, да, то получаются те вещи, которые у нас в России сейчас получаются, понимаете. У нас нет ни своего, ни храма построенного. И таким образом вот эти вопросы возможно быть решены. То есть, это, ну, вопрос, что иногда бывает, что кто-то из лидеров не может совместить себе все качества, которые у нас в нашего пропадок. И поэтому, какой вопрос? И поэтому у нас сейчас в России... Не, так это утверждение, вопрос какой. Как таким образом вот это разделение реально существить? Ага, как разделить... разделение между функциями? Да. Так что вопрос, как практика, 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 и махарадж берет нахотами между функциями of the management and the spiritual leadership. Потому что они не могут нескольких вместе с одной человеком, как они делали в правопадском случае. Ответ, мой друг, святом имени. Ответ, мой друг, святом имени. А сколько кругов должен повторять Вайшнав, пока он не освободится? Конечно, Ваш вопрос очень хороший. Ответ появится, когда мы из хаоса выйдем в нормальную, безусловную модель. Это еще... Но этот гейм все еще не закончилось. Весь процесс еще не закончился. Когда появится разделение на Варны, Ашрамы, когда будут Шатри, Враманы, Вайши и так далее, когда все это будет отчетливо понятно. Когда мы все поймем, что мы по сути Вайшнавы, и что мы, когда мы не будем основывать свое самоуважение на Варнах, поскольку в нашем мире каждый хочет быть головой. Я тебя не слушаю, я лучше тебя знаю. Но Кришна установил определенную систему. Есть люди, носители видения. Это Браманы. И есть люди, которые могут транслировать это видение в практический разрез, как Шатри. И между Браманами и Кшатри существуют очень нектарные отношения. В этом можно прочитать в Шиме Бхагаватах, там, где описываются отношения между Хардами Муни и своим Бхуаманом, отцом Дева Хути. Эти отношения называются Бхактикарья. Это очень близкие отношения между Браманами и Кшатри. Они защищали друг друга. Мудрость и ценности, которые мы просят, несут в себе Браманы, которые мою учат Кшатри, защищают Кшатри от гордыни, которой они могут заразиться под длинным властью. А Кшатри защищают Браманов, поскольку Браманы... Какие, знаете, костлявые ребята. И они сами не могут защищаться. Вот меня вы можете легко побить, например. Хотя я потомок убийцы, убийца президента, тем не менее, вы можете меня побить. Вы вообще-то тоже похожи на убийцу. Точно, вы потомок Распутина, я понял. Если, конечно, другого. На самом деле, между ними не к тарминам. Они защищают друг друга. Что у нас сейчас есть, мы с полом. Мы, когда переходим из состояния хаоса в какую-то организационную культуру. И, в конце концов, мы не хотим остаться в этой культуре организационной. Но, поверьте мне, я вообще никогда не думал, что я буду входить в какой-то там был комитет при Джей Висе. Он мне говорил, что я всегда очень критически относился к лидерам. Я думал, что они хотели дать, но ничего не понимают. Поскольку многие из них даже женатыми, которые никогда не были. В семейной жизни человек столько уроков возникает. Жена приносит вам в зеркало и говорит, а вот же, ну вот посмотри на кого ты похож. Вот, пожалуйста, вот как ты разговариваешь. И что ты с этим собираешься делать? Ну, в конце концов, ИСКОН перейдет из корпоративной культуры дальше. Но, по крайней мере, то, что происходит сейчас, уже лучше, чем хаос. Так что не ожидайте, что все произойдет у нас быстро. Я, на самом деле, с радостью могу сказать вам, что хотя я старый махровый критик руководства ИСКОН, тем не менее, у меня в GBC есть много друзей, я вижу, что это искренние люди, которым нужно помогать. И поэтому они организовали эту команду по стратегическому планированию, которая не является членами GBC, но которым он мог бы стать паровозом для GBC. Потому что пропадок хотел, чтобы мы были высшим управляющим органом ИСКОН, и мы должны дорасти до этого. Мы все еще взрослеем, и мы еще хотим стать гуровыми, хотим стать GBC. Работа только в процессе. И всем нам нужно развивать маршнадское настроение, смирение, сотрудничество, доброты. И делать свой вклад в решение проблемы, а не просто критиковать и усиливать прохладу тем самым. Так что все в процессе. На глобальном масштабе такие вещи происходят очень медленные. Вам не нужно быть медленным в сознании. Если вы знаете, чего хочешь, шелкопада. Если вы хотите понять, шелкопаду лучше, и хотите шелкопаду шелиться, тем или иным аспектом его веса, то вы можете сделать что-то, что будет примером для всех других преднов. И не нужно ждать каких-то громких резолюций. Просто сделать это. Но делать нужно вместе. В одиночку мы не справимся. Надеюсь, это хватает, чтобы мы не делаем ничего. Видите, нам нужно вместе делать. Спасибо за хороший вопрос. И ответ вот-вот будет. Ответ такой, что вот-вот, как в Индии говорят, «Джан Сталка» 5 минут. В 5 жизней, да? Позвольте воспользоваться моментом и как старого Бахты русской яхты поблагодарить вас этот семинар. Я просто хочу подчеркнуть на эту возможность и благодарить вас. Один из первых девочек в русской яхты я бы хотел бы поблагодарить вас за этот семинар. В этом семинаре. Это семинар не только историческое для наших яхтар, рафин-яхтар. Но это тоже исторически важно для всей страны. Спасибо вам за это историческое событие, которое мы создали. Продолжение следует... Чистое преданное, извините, Господь Чайтаня иногда что-то совершает и иногда его критикует, что он, наверное, имеет внешне ненормальный. Поэтому, возможно, его преданное тоже чуть-чуть как-то похоже на Господа Чайтаня, нескандартное поведение. Сумасшедшее от любви к Богу. ...сумасшедшее от любви к Богу. Значит, Прабуджер, вот, конечно, много раз Вы есть цитат различных у Прабудпады, и Ваш есть... Сейчас вопрос какой-то будет, да? Я хочу попробовать, какая еще? ...вы, я хочу попробовать. ...вы, я хочу попробовать. ...вы, я хочу попробовать. Есть очень множество цитат Прабудпады, и Вы невероятное количество их здесь представили. А вот как отгармонизировать тоже немалое количество цитат, в которых буквально конкретно Прабудпады указывает, что можно делать после моего ухода? Подскажите, как бы. ...вы. 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 Кришна Упадеш, говори им о ставлении Кришны, Амар Агья Гуру Ханья, Амар Агья Агья Гуру Хой, Тара Эй Деш, по моему приказу Агья, ты, Прабхупада, расширяет это слово, ты, он говорит, каждый из вас, Тара Эй Деш, спаси это место, спаси свою семью, спаси близких, соседей, Москву, страну, насколько можешь, у каждого из нас свои возможности, но это основной принцип, так что речь не столько, это касается не только того времени, когда Прабхупада был в Северном, не нужно думать, что тогда он боялся, что он должен был подражать, хотя даже тогда это происходило, мы прошли через эту темную ночь, которая называлась 80-е годы, когда люди грубо подражали положению Ачады Основателей, и лишь только потому, что Прабхупада своим видением предвидел, еще за 7 лет до своего года, в 70-м году, он начал обучать людей тому, как правильно руководить скорбь, иными словами, тогда он создал GBC, только благодаря GBC, несмотря на все травмы, и драмы, и падения, и даже убийства, и предательства, и все страны, 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 поскольку, по крайней мере, у нас был хребет, на котором мы могли основываться, это структура. Прабхупада более даже беспокоился о том, что мы, он больше волновался о том, чтобы каждый из нас, в тех возможностях, которые у нас есть, чтобы мы строго следовали его наставлениям, и он очень волновался о том, чтобы вы не подражали ему, чтобы не пытались занять его место, чаре-основателе, чтобы не совершили эту ошибку. Он хотел, чтобы мы сотрудничали, и служили его миссии, как делают это Рамануджи или Мадваиды. Он хотел, чтобы каждый из нас стал обычным гуру. Для этого не нужно обладать чаре-основателем, для этого даже не обязательно быть освобожденным. Помните гуру? Не обязательно быть освобожденным душой для того, чтобы быть гуру. Нужно просто строго следовать своему гуру. В нашем случае, в основном, речь идет о чаре-основателе, о упаде, и вы тоже можете быть гуру. Тот, кто сегодня учили, завтра учитель, все очень просто. Но прабхата был очень беспокоен этим, поскольку он знал, что мы с вами, и наш этот... Мы восхищались, мы не посыняли, мы выше всех, поскольку он был единственным гуру. Он был для нас всем и всяким. Он был дикшем, и шишем, и паркопродаршем, и отчаяния с нователем, и дедушками. Мы вообще тогда не понимали гуру Татха. Мы знали, что он настоящий гуру. И он очень сильно беспокоился о том, что мы можем отступить. Мы хотели, чтобы мы не просто получали прибыль, чтобы мы давали прибыль, как обычный гуру, и позволяли людям принимать прибыль, чем у него, как фундамент для нашего прибыль. Еще раз, зачем нам нужно прабхата, как дикшему, если он уже наш ачария с нователем? Причина в том, что мы не понимаем положение ачария с нователем. Вот в чем причина. И мы, как общество, по-прежнему пытались ввести себя после этого. Перед нами есть сложная дилемма. Я вспомнил, что было такое явление, как дикшизм, когда дикши-куру подражало ачария с нователем. Это, знаете, как Франкенштейн. И у Франкенштейна есть свое чудовище. Он называется литвикизм. Это как в Майе. В Майе это противоположность дикшизму. Это старая уловка Майи, которая давно описана. Она ставит перед нами ложные иллюзии, ложные дилеммы, иллюзованные дилеммы. Сначала мы подражаем ачария, основаясь на этой иллюзии. Это Франкенштейн, а мы говорим, что дикши-куру подражает дикши-куру навсегда. Но потом мы... Это разные стороны того и того же маятника. Поэтому нам необходимо в саттвы-гуни, в шудо-саттвы, остановить этот маятник, принят приближенщик с наступшего куру подражает не как у дикши-куру или какого-то другого резонного куру подражает, но как у ачария с нователем. Вот причина, по которой мы проводим это сегодня. Прабуха-хита гармонизирует все вот те противоречия, которые уходят в Хритии, все эти конфликты. Это все будет в порядке, когда мы глубоко поймем, кто-то куру и ачария с нователем. В оставлениях Прабхупады нет никаких противоречий. Но поскольку у нас есть свои планы, у нас свои намерения, мы хотим продаваться какие-то вещи, поэтому мы фильтруем Прабхупад через эти вещи, через эти анардхи в нашем сердце. Мы его не слышим. Прабхупад сказал бы, пробуй понять. А затем он говорил, попробуй не недопонять. Потому что он знает, что этим того же раз и занимаемся. Мы слушаем его через призму своих желаний, пропускаем через фильтр наших желаний, затем закручиваем все это вокруг наших желаний. Но чем больше мы служим, тем больше мы избавляемся от этих желаний. Поэтому понять это можно в здоровой санге, искренних и смиренных пословителей Шел Прабхупада. Только там появится настоящий Прабхупада. И вот это послание, которое мы берем на следующем уроке, потребуется немного... В первой песне, в комментариях говорится, что... Человек не сможет внимательно слушать, пока его ум не чист. Он не станет чистым, пока человек не ведет себя подобающим образом. Человек не сможет вести себя правильно, пока он не отрегулировал веры своей жизни, касающейся еды, секса и обороны. Так что мы все находимся в процессе развития, нам необходимо слушать нашего отчаяния основателя. Попробуйте слушать его авторитетно, правильно. Простите, но вот это максимум, что я могу сказать. Я думаю, нам нужно кому-то еще дать. Не волнуйтесь, глупых вопросов не бывает. Матвир Виктория, которая предоставила мне замечательное место, избаловала меня там. Спасибо вам большое. Еще у кого-то есть вопрос? Давайте еще один. Вы знаете, Ваня Приют? А скажите, пожалуйста, когда... Только покороче вопрос. Когда гуру уходят из иском, которые были дикши, обязательно ученикам этого гуру получать реинциацию других или оставаться у стопшего правопаду? Is it necessary for a disciple whose гуру, дикши-гуру, has left his home to get re-initiated, or he just remaining in the Lord of Siddos of Prabhupada? Я об этом уже говорил, но в Синжале, но в читании Чаритамрите Шри Абхупада пишет, что Кабарадж Госвами говорит, что у меня есть один дикши-гуру, но нет предела моим шик-ши-гуру, количество моих шик-ши-гур. Прабхупада в комментарии говорит, что у нас есть один дикши-гуру, поскольку человек не имеет права принять больше одного дикши-гуру. Это правило. Так же, как у нас с вами есть лишь одна семья, одни родители. Они наши родители, и они всегда ими останутся. Но порой мы разлучаемся с родителями. Может быть, в силу каких-то проблем в нашем сердце, или у нас, или это проблемы у наших родителей. И в этом случае мы можем спрятаться с какими-то другими родственниками, с дядями или тетями. И фактически... И вот я ему и говорил об этом, что... Председатель нашего комитета, это Бхакти Чарума, наш комитет по положению права права. И Бхакти Чарума Хараш говорит, что если кто-то приходит, не будет просить дать ему реинициацию. Он очень четко проясняет для человека, говорит, в соответствии с гуру, саду и шастами, и с другим смыслом. Ты же уже инициирован. Ты уже начал. Инициация началась начала. То есть зачем тебе снова что-то начинать? Правильно? Поэтому, чтобы... Что в этом ни произошло, ты уже начал. Но понимаете, в чем проблема? Если ваши родители не обознакомили вас с другими учителями, они не прояснили вам, что они не единственные люди во Вселенной. Понимаете, в самом начале должно быть все гармонично. Ребенок, родители, это вот все, которые делают из-за меня. Нормальные люди говорят, нормальные родители говорят, вот есть хорошие учителя, вот есть хорошие люди, вообще если с ним померят в возрастлении, ребенок начинает видеть своих родителей в более широком смысле, как в школе. В нашем случае, все родители есть свои дикшие, шикшие. Но у нас есть лишь один очарь-основатель. Он является фундаментом нашей духовной жизни. И так, практически, технически говоря, для такого человека нет необходимости получения родителей. Но Бхактически вы разговариваете. Ну да, в принципе, нет необходимости. Но в то же время, если у вас в голове, вас не отпускают, что вы можете заново начать. Новый рывок, новый глупого воздуха, я сделал это для вас. Но знайте, что потребностей в этом не садили нет. И так, Бхактичуру Бхарашни ставит на принципе, аннукуляси сэнкал-пра, практикуляси варджина. Они должны принимать все, что было приятное для сознания души, и отвергать все, что не было приятное. Поэтому, вероятно, за то, что Дишан Гоуниггедель дал должного образования этому ученику, в обмене учебу, принявшийся у Ачарии-Основателя, может быть, из-за этого у предного проблемы теперь, либо другая причина была. С родителями тоже могут произойти проблемы, они могут с ума сойти, но они все равно наши родители. Мы все равно благодарны им за все, что они у нас здесь сделали. Тем не менее, мы можем попробовать развивать отношения в другом мире. И так, технически говоря, нет необходимости в том, чтобы обучать в реинициацию, но если это навязчивая идея, то, может быть, это и надо сделать. Самое главное, что кто бы ни углублял ваше отношение с правопадом, вот это настоящий духовный учрежденческий скоб. Дикша или шикша. Это трансцендентно. Я рассказывал вам историю женщины, которая 17 лет не могла принять посвящение Госком. Я рассказывал вам эту историю. А здесь я рассказывал? Я думаю, что мы этим закончим. Это удивительный пример. Наверное, кому тоже понравится. Может быть, у кого-то из вас произошла подобность. У нас была женщина в 87-м году. Она вообще попросила, чтобы я не называла ее имени. Она у нас была хорошая, распределая женщина. И по ее просьбе я не называла ее. И имени ее имени. И так, в 87-м году эта женщина пришла в движение на учительницу. Она прочитала вам какие душевные клубы. И она вообще зажигала. Да, так хоже, все весело. Через какое-то время она расстроилась, узнав, что она книга, которая она приняла в себе с макууму, уже ушел 10 лет назад, в 77-м году. И расстроена, расстроена в чувствах, смешанных чувствах, расстроена, и на время воодушевленная. Она стала общаться с пленными. В 87-м году, 24-м году. Кстати, в конце концов она замуж за одного из инициативных правопадов. Я никогда не говорю ученик правопадов. Я говорю дикша ученик правопадов. Инициирование правопадов. Поскольку все мы на самом деле последователи инициативные правопады. И так она выходит замуж за преданную инициативную правопадов. И затем отчитаем книги правопады и она узнает, что мы будем с вами и правопады хотят, чтобы человек принял посвящение. Это необходимый шаг на пути к Богу. И она начинает переписываться с одним из лидеров, который очень много пишет. И она говорит, я думаю, что может быть, мне очень нравятся ваши книги, я бы хотела получить у вас посвящение. Можем ли мы начать такие отношения? И этот лидер говорит, ну, знаете, я вообще так как бы сейчас надаю посвящение, и вообще не путешествую. Скорее всего, мы с вами никогда не встретились бы с вами. Вы уже вышли замуж за преданного, который получил посвящение в Баде. Это хороший предан, и примите в него приближище. И эта женщина ответила, боже, ты мой, я так расстроилась, но я решил, надо последовать его посвящение. И она стала читать книги на Бабаде. Она училась, она учительница, читала, читала, и она следовала со своим мужем. У нее было хорошее, удачное право. Затем в 90-х годах уже наставили 90-х годах, и начались проблемы от нас, между гуру, шутками, падения, преданиями, предательствами, и она потом вообще не знает, нужно ли мне получать посвящение. Это мне не хочется, потому что она стоила, разочаровывая, и я уверен, что мой гуру это Клупада, мой духовный учитель. Но насчет этих людей я вообще не уверен, в которых я посвящен. Затем проходят 90-е, подходит камышу. Did they call it Y2K here? How come? Y2K, did you have that in Russia? Y2K? Y2K, it's something about people who thought the world was going to end because there was some computer glitch. А, да, да, yes. Подошел 2000-й год, как, знаете, было это время, когда люди думали, что когда настает 2000-й год, то все компьютеры обнулятся. В общем, настал 2000-й год, мир не прекратил существование, слава Богу. Жизнь продолжается. И затем эта женщина стала опять думать о своей проблеме. Дилемма ее заключалась в том, что она читает книги про Клупада. И про Клупада, она видит, что не хотим получить дикшу, это обязательный ритуал, который нужно пройти на пути и Богу. Его нельзя просто выбросить. А в то же время она смотрит на Искона и думает, «Боже мой, я не могу представить себе, не могу, что я предлагаю благовоние фотографий какого-то другого человека, предлагаю пищу кому-то из этих людей». «Боже, ты понял, что я не могу представить себе». «Боже, ты понял, что я не могу представить себе». «Мать честная, что происходит вообще?» И у нее в ней нарастает, накипает этот конфликт в ее сердце. С одной стороны, про Клупада говорит, «Необходимо получить динициацию». Он под Исвадой говорит об этом, но она думает, «Ни за что, не затянете». Итак, настает 2030 год. Прошло уже 16 лет, она читает кинематику. Она прекрасно знает, что Прабхада ее получит. И Прабхада говорит ей, чтобы она приняла инициацию. И вот она вместе с мужем приезжает на фестиваль. И она слушает лидера на фестивале, который разговаривает, и она очень воодушевляется в его речи. И говорит мужу, «О, Прабуджи! Мы должны обязательно поговорить с Махаражем после лекции, пока это закончилось. Я должен рассказать ему свою дилемму. Я не могу так больше жить. Я с ума скоро сойду. Меня это разрывает на части». И муж говорит, «Хорошо, я попрошу. Игра не затянет». Игра не затянет, «Вы знаете, Махараж, он путешествует по всему миру. И вообще он болеет постоянно. И он уставший. Знаете, что я вам скажу? У вас есть 10 минут. 10 минут поговорить с Махаражем. Все. И они встречаются с Махаражем. И Кришна так устроил, что прошло 10 минут, потом уставало 20 минут, и затем появилось 30 минут, потом уставало 40 минут. И в течение этих 40 минут эта женщина рассказывает всю историю своей жизни и всю эту дилемму выкладывать о том, как она думала, что «Я знаю Прабхупада, он мой духовный учитель, и я знаю, что Прабхупада хочет мне, чтобы я получила посвящину». Но она, слушай, помрет, чем позволит встать кому-то, встать между собой и ее Прабхупадой. «Махараж!» Это вообще оскорбление, наверное, да? И Махараж очень разумный человек, очень опытный, очень чистый. И он отвечает ей, «Это не оскорбление, это разум». И затем он продолжает объяснять ее, насколько долго, сколько много времени потребовалось ему, чтобы принять Прабхупаду своим гуру. И потом он говорит волшебные слова. Не в том смысле, что он манипулировал людей, но это была чистая истина. Ну, представьте, что вы приняли посвящение у кого-то, кто не будет блокировать, мешать вашему отношению с Прабхупадой. С кем-то, кто будет углублять и обогащать вашу высшую отношению в Прабхупаде, кто будет приближать вас к шиле Прабхупаде. И обратите внимание, это 2003 год. это было каких-то 11 лет назад. И женщина говорит, «Ох, такого я в жизни не слышала». Да, она никогда такого не слышала. Никогда. поскольку культура отношения к гур-дископу была в таком покажении. Она никогда такого не слышала. И она потом сказала, «Вот это очень любопытно». Прошел год. Она получила посвящение у этого предного. мы с ней дружим вообще. И в 2012, в 2011 году, когда я проводил исследование, я написал ей письмо, я попросил его, «Мне нужна ваша история, пожалуйста, изложите ее в письме, поскольку ваша история очень интересная». Она изложила все на письме. И в конце Павлицетловария это был 11 год, в 2011 году. Семь лет, как она получила посвящение. И, кстати, Соликшура Прабу, с удовольствием я хочу вам сказать, что в те семь лет, что я уже инициирована таким-то такими прапорами, он не только сдержал свое обещание углубить мои отношения с Широй Прабхадой, но сейчас, благодаря тому, кто он и каким он являлся и как он себя ведет, благодаря ему он занял свое место в моем сердце около лотосных стоп Широпрабхады. Я сказал, «Да, точку». Вот это и есть Парам-парам. Вот так все работает. Пост-фандер-ачария, или после, о, после после Ачария основателя. Я знаю людей, которые в Искону уже 30 лет, и они боятся получить посвящение, просто потому, что они видят, как у нас все устроено, что мы слишком сильно акцент ставим на Дикши-гуру. Конечно, Дикши-гуру это ключевой человек, как наши родители, ключевые люди в нашей жизни, но он не является Ачария-основателем. Вот и все. Поэтому делайте то, что нужно, чтобы все, что нужно, чтобы приблизиться к Шри-габхупаде. Не избирайте, я не знаю, вашу потерю, ситуацию, но Дикши-гуру самое главное, что они делают, это они помогают вам сделать вклад в миссию Шри-габхупада. Мы увидим это завтра. Если они делают это, то вся честь и я кланяюсь таким. Окей, that's my last. Ну, похоже, мы на этой истории закончим. Пусть же нам приснится Ачария-основателем. Слава-марики! Жай! 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 Браво!